здравствуйте сегодня у нас речь пойдет о стороне северного вокзала вот если вы сейчас видите мы находимся возле северного вокзала сейчас вокзал он вот так преобразовался стал вот таким вот очень очень красивым и есть среди моих подписчиков люди которые спрашивали как вот выглядит сейчас вот этот северный вокзал и еще здесь был такой раньше магазин он назывался как-то военторг что ли или как-то в общем до сих пор есть ли этот магазин на этом месте вот сейчас я вам хочу показать вот этот вокзал находится через дорогу здесь у нас также по-прежнему наше метро ташкент которая называется вот он наш вокзал вот эта дорога здесь вот стоят те же самые старые дома с двух сторон дороги мы сейчас находимся на этой стороне вот здесь маленький парк был между посередине он так и остался знаете здесь на был памятник раньше мы называли его копейка его как доставили здесь сейчас здесь ничего нету вот только лестница там осталось никакого памятника нет возможно наверное что-то хотят сюда установить другое пока что не знаю так ну вот такая улица здесь северный вокзал это перекресток мы стоим и вот улица это была улица тараса шевченко сейчас она так по-моему и называется и вот здесь по вот этой улице если пройтись вот кто помнит здесь а на углу есть такая четырехэтажка четырехэтажное здание на углу и вот здесь прямо напротив сейчас располагается банк это промстройбанк промстройбанк сануат кури лишь это вот возле метро и если мы пройдем вдоль вот этой улицы вот там вот отсюда в этой четырехэтажке на первом этаже кто помнит раньше располагался Это такой магазин ВАИНТО, назывался, и сейчас вот до сих пор этот магазин работает, я вот приехала сюда, сама удивилась, вот посмотрите, вход в этот магазин. Вот, мы заходим, здрасте, и здесь также продают вот одежду для военных, видите, и военные здесь могут приобрести все, что им нужно. И так что до сих пор этот магазин работает, кто вот интересовался, все здесь работает до сих пор, можете посмотреть, и здесь все принадлежности для военных, всякие, не знаю, как это называется, форма. И военные приходят здесь, покупают одежду. Вот это все, одежда наших военных. Так, здесь есть все, начиная вот, я не разбираюсь, видите, и сумки, и костюмы, все-все есть. Спасибо вам, что разрешили показать. Даже есть значки. Такие значки. Все здесь продается. И обувь для военных. И даже остался один посуды. Посмотрите, здесь эта посуда еще советских времен, кто помнит. Сервисы. И также есть ювелирные украшения. Между прочим, они из натуральных камней. Серебро. Серебро. Очень красиво. Смотрите. Вот. Ну, вот 185 тысяч. 18,5 долларов. Серебряные вот такие кольца. Здесь есть браслеты. Вот 416 тысяч. Это 40... Ну, 41-42 доллара. Получается по цене. Так что есть вот такая даже советская посуда. Красивые украшения. И констовары продают. Все-все здесь продают. Даже игрушки продают. Есть даже вот такие кепки. Вот. Фуражки. Фуражки. И даже вот такие принадлежности. Ну, это кабура здесь. Прям. Ремни. Для паспортов. Ну, в общем, все для военных здесь есть. Поэтому все здесь работает до сих пор. И это здание, оно также находится. Все на том же месте. И вот, можно сказать, почти не поменялось. Приходя из здания, мы попадаем в улицу... Стараса Шевченко. Вот здесь, кто помнит, по дороге есть вот такая речка. Подходим к мостику. И вот она, наша речка. Вот, смотри. Также она есть. Кстати, она стала очень чистая и красивая. Чем раньше. И вот здесь какой-то ресторан, видимо, китайский какой-то написано. Но никто не работает. Все закрыто. Это кафе, видимо, летнее. Так как сейчас зима, пока что еще оно не работает. Но речка течет по своим берегам. Вот, посмотрите. Вот так же здесь следующее здание. Это тоже четырехэтажное здание. Ну, старые постройки это. Это, видимо, квартиры. Также они на том же месте стоят. Вот такой двор сейчас здесь стал. Аккуратненький, чистенький. Вот, посмотрите. Кто помнит это место? Раньше в этом здании был большой, ну, большой-небольшой, но, как я помню, был ювелирный магазин. Ну, его, правда, сейчас нету. Здесь вот какая-то арт-студия. Видимо. Все здесь почемнели, перестроили. Вот так вот стало красиво. Вот это здание, которое через дорогу, оно тоже очень давно стоит. Правда, я не знаю, что это за здание, но я помню, что оно очень давно тоже очень долго стоит здесь. Так. Здесь вот у нас располагается банк. Национальный банк. Филиал Национального банка. Ну, и сейчас мы уже подходим к перекрестку. Вот здесь тоже. Здесь магазин детской одежды. Если вот с окошка посмотреть. Вот. Детская одежда продать. Скидки 50%. Так что... Вот, посмотрите. Сейчас мы находимся на перекрестке. Вот этот перекресток, он стал вот такой шумный. Очень много машин здесь. И здесь мы можем увидеть знаменитую 94-ю школу. До сих пор она работает. Так же учатся в ней детки. Вот сейчас мы пойдем к школе. Видите ли вы номер? 94-е вот. Школа. Очень многие помнят эту школу. Я думаю. Поэтому вот решила показать. Через решетку. Вот так. Много деток в ней учатся. Ну и здесь вот этажные дома построены. Ну, они, правда, уже, я бы не сказала, что новые. Ну, все же таки. Вот такая улица. Тарас и Шевченко. На первых этажах, вот как вы видите, там тоже располагаются магазины, бутики, офисы. А здесь и наша школа. Вот они, наши студенты. Дети как дети. Ютуб, давай скажи что-нибудь. Здрасте. Здрасте. Давай, что-нибудь расскажи. Как учеба? Нормально. В каком классе ты учишься? В пятом. В пятый какой? В пятый Д. В пятый Д, да? Да. Как тебя зовут? Сардор. Сардор? Ну, что ты хочешь сказать моим подписчикам? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо. Ну, что, домой идете? Да. Подписывайтесь на канал. Подписчиков? Да. Много. А как канал называется? Канал? Да. Ну, знаешь, называется «Между нами девочками», но сейчас в основном я снимаю Ташкент. А. Да, вот Ташкент. А откуда-то приехали? Нет, я здесь живу. Здесь? Да. Но... С девочками. А, ты ищешь, что ли, мой канал? Ну, я тебе могу подсказать. А, да. Все, канал нашли, да? Да. Все, ну, давайте. Что хотите, ты скажешь? Подписывайтесь на канал. Теперь вы звезды? Ладно, пока. Вот такие ребятки учатся в нашей 94-й школе. Так что обещала я их выставить в канал свой. Увизит, наверное, обрадуется. В общем говоря, 94-я школа работает в своем режиме, как положено. Так что жизнь течет, как говорится, своим чередом. У нас в Ташкенте. Вот наши детки. Вот это вход в школу сбоку. Чуть зайдем сюда, добавлю, во двор. Сейчас везде устанавливают вот такие ворота. Ну, это в целях безопасности, чтобы посторонние, видимо, не проходили на территорию школы. Вот такая школа наших. Это здания. Как же они? Такие же детки, как всегда, шумные и веселые. Идут домой. Здесь хочу еще показать вам. Здесь рядом построили высотное здание, офис. А, с этой стороны тоже закрыли. И сзади здесь построен очень большой такой стадион для детей. Вот эта школа. Четырехэтажная школа. Номер 94. Вот, выйдя из школы, мы вот попадаем на улицу. И вот эта улица. Сейчас уже вечернее время. Вот такая яркая. Здесь вот такое высотное здание построено. Его даже, наверное, не видно. Оно сдаётся под офисы в аренду, кстати говоря. Вот здесь на первом этаже располагаются магазины и бутики. Вот, с 90% скидкой. И на противоположной стороне также видите, вот, здание. Вот такие магазины, видите? А вот, вот, 90% скидку предлагают. Так что, всех приглашаем к нам. Вот такой пакетент. Вечером очень яркий. Очень красивый. Всё цветёт. Всё горит огнём. И даже есть вот такие прекрасные шарики. Целый букет. Вот так сейчас стала выглядеть наша улица. Тарат и Шевченко. Вот так выглядит школа. Школа, она мало изменилась по своему, наверное, виду. Ну, всё, что-то. Впрочем, есть такие педагоги, которые работают очень давно в этой школе. Вот такой вот. Вот он. Монорк называется. Новый, открытый. И подругой. Сегодня у нас вот такая прогулочка. По Ташкенту. Поэтому, как сказали все эти ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будем гулять по Ташкенту. До свидания.